Москва в ответе за Киев Мы осуждаем аннексию Крыма, которая, по нашему мнению, противоречила международному праву Кризис на Украине может быть решен только политическим способом на основе минских договоренностей И от их выполнения зависит судьба санкций в отношении России Мы не исключаем, что санкции могут быть ужесточены в случае резкого ухудшения ситуации в Донбассе Заявление прозвучало несколько неожиданно До начала саммита предполагалось, что его участникам удастся договориться о сохранении антироссийских санкций А сейчас, выходит, их могут даже расширить И все будет зависеть от ситуации в Донбассе, где идут ожесточенные бои При этом, судя по заявлению немецкого канцлера, Семерка явно не собирается выяснять, кто первый начал Если стреляют, значит, виновата Россия Но вот любопытно, что в итоговом коммунике, который отражает согласованную позицию всех участникам совета Помимо дежурных фраз о российской угрозе и российской агрессии Также появились и несколько строчек адресованных Киеву В частности, там говорится о том, что Большая Семерка рассчитывает, что Украина будет и дальше исполнять свои обязательства Перед Международным валютным фондом и Европейским Союзом Проще говоря, будет и дальше платить по счетам И это первый подобного рода сигнал на высоком уровне После того, как в Верховной Раде был принят закон, позволяющий украинскому правительству вводить мораторий на обслуживание гигантского внешнего долга Кроме того, это тоже стало новостью, которую преподнесла журналистам Ангела Меркель С помощью участников саммита группы семьи в Киеве будет создан некий орган, который будет заниматься борьбой с коррупцией Судя по всему, в то, что на это способно нынешнее украинское руководство, участники саммита уже не рассчитывают Американский президент Барак Обама на своей пресс-конференции выглядел довольным Можно сказать, что ему удалось добиться того, зачем он и прибыл в Германию Убедить европейцев сохранить антироссийские санкции То, что они остаются в силе, он объявил Он объявил об этом, как о свершившемся факте, в очередной раз высказавшись за весь Европейский Союз Как мы видели, в последние дни российские войска продолжают свою операцию на востоке Украины Угрожая украинскому суверенитету, единству и целостности Ни для кого не секрет, что саммит G7 собрался в этом году без России И это пример изоляции России И все страны, входящие в Большую Семерку, продолжают политику санкций в отношении России Это связано с агрессией, которую она проявляет по отношению к Украине При этом президент США сделал поправку Он сказал, что надеется, ужесточение санкций не понадобится Но опять же, все будет зависеть от ситуации в Донбассе В этом смысле нынешние ожесточенные бои и ухудшение ситуации Там сыграло на руку тем, кто здесь на саммите хотел сохранить антироссийские санкции И вот это все меньше и меньше походит на случайное совпадение Как только лидеры западных стран собираются где-то, чтобы обсудить актуальные темы На Юго-Востоке происходит очередная вспышка насилия, результатами которой с выгодой для себя пользуется украинское руководство Ну и вот еще есть заявление других лидеров Семерки Президент Франции Франсуалан заявил, что пока не видит оснований для отмены антироссийских санкций А вот лидеры Италии и Японии выскользались за сохранение и продолжение диалога с Москвой, пусть и не в формате Семерки Британский премьер, говоря о ситуации в Донбассе, неожиданно заявил, что, надеется, минские соглашения будут исполнены не только Россией, но и Украиной Но, учитывая все вышесказанное, это больше походит на пустой дипломатический оборот И виновный опять назначит Россию Коллеги Спасибо, Константин Рожков следит за саммитом Большой Семерки в Германии Позицию лидеров Семерки по антироссийским санкциям прокомментировал глава МИДа Сергей Лавров Министр, в частности, усмотрел связь между обострением ситуации в Донбассе с тем, какие решения принимаются на саммите в Баварии Наверное, хотелось к этому саммиту предельно обострить ситуацию Памятую о том, что члены Семерки заявили, что санкции против России будут действовать до тех пор, пока Россия не выполнит минские соглашения То есть это, понимаете, такой очень джокер в руках украинской власти Мы, украинцы, будем саботировать выполнение минских договоренностей А страдать за это будет Россия, потому что санкции против России никто не будет снимать По словам министра, киевские власти сейчас громко и агрессивно заявляют о том, что не будут разговаривать с представителями Донецка и Луганска И еще о том, что не собираются снимать экономическую блокаду Донбасса Это прямое нарушение минских договоренностей Сергей Лавров призвал западных партнеров воздействовать на Киев, чтобы добиться разрешения конфликта мирным путем Украинские силовики продолжают подтягивать силы к линии разграничения Об этом сегодня сообщил представитель Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин По данным разведки, вопреки минским договоренностям, в район Андреевки были переброшены ракетные установки ГРАД и гаубичные батареи О наращивании тяжелых видов вооружения сообщают и наблюдатели ОБСЕ Патрули миссии ОБСЕ наблюдали присутствие тяжелого вооружения в районах, которые нарушают минские рубежи отвода В частности, в районах, контролируемых киевским правительством, патрулем были отмечены артиллерийские установки Д-30 И 10 полностью снаряженных РСЗО, из них 8 ураганов и 2 смерча Также в 9 километрах к юго-западу от Маринки Миссию ОБСЕ зафиксировало 4 самоходных гаубицы Также Басурин напомнил, что за минувшие сутки украинские силовики 30 раз нарушали режим тишины Что касается Маринки, которая подверглась усиленному обстрелу на прошлой неделе То сейчас, по его словам, там ситуация спокойная и боевые действия не ведутся Украинские блогеры собираются судиться с соцсетью Facebook, которая, они настаивают, превратилась в орудие Кремля Все почему? Потому что блокируют агрессивные высказывания И вот что интересно, подавать иски будут депутат, политтехнолог и журналист Об их серьезности говорит название пресс-конференции, посвященной суду Я процитирую, что там у Цукерберга Далее, Facebook-компания создана американцами И можно представить, что скажут на Западе, услышав обвинения в сговоре с Москвой Ну и, наконец, можно ли считать Киев образцовым мерилом добра и зла? Умеет ли там еще различать, что разжигает ненависть, а что нет? Виталий Фтулкин продолжит Они нашли нового врага народа Вот он, зовут его Марк Цукерберг Это тот самый, кто придумал Facebook Теперь Киев хочет с ним судиться Якобы его социальная сеть без причины А значит, зло намеренно блокирует публикации украинских политиков Сам отец основатель на этот счет отвечал не раз Да кто бы его слушал, получается К сожалению, появилось много сообщений Которые нарушали наш запрет На использование так называемого языка ненависти Мы заметили это А как известно, мы блокируем контент Содержащий открытую агрессию Оскорбление по этническому признаку Или призывы к насилию Колорады, ватники, москаляку, нагеляку Это еще самое безобидное, что позволяют себе люди Украинской власти, выставляя в общий доступ Свои мысли и чувства по отношению к россиянам О жителях Крыма и особенно Донбасса Все гораздо более жестко В Донецке и Луганске, судя по текстам Сплошь сепары и террористы Которых следует уничтожать без жалости Украинцы, вы гуманная и сострадательная нация С перебором Толстовцы просто Несопротивление злу насилием С нелюдями нельзя быть хорошим таким Или почитаем, например, что писала депутат Верховной Рады Ирина Фарион В день одесской трагедии Когда в Доме профсоюзов заживо сгорели десятки людей Браво, Одесса! Жемчужина украинского духа Родина великих националистов Ивана и Юрия Лип Пусть горят черти в аду Лучшие повстанцы это футбольные фанаты Браво! Разве это не то же самое, о чем говорил основатель Фейсбука? Тут и открыты агрессии, призывы к насилию Разумеется, и в России, и на Украине нашлись тысячи недовольных Которые обратили внимание на такой и другие, насквозь пропитанные ненавистью тексты И решили просто так это не оставлять В соцсети есть особая функция Отправить жалобу на публикацию Пользователь указывает, что именно ему не нравится и почему Если таких жалоб набирается достаточное количество Это может быть несколько десятков или несколько сотен Пользователь, на которого жалуются, может быть автоматически заблокирован До того времени, пока произойдет разбирательство Но в Киеве во всем видят длинные руки Москвы Якобы тысячи специально обученных людей дни и ночи напролет Слали жалобы на безобидные с точки зрения украинских политиков тексты Пусть черти жарятся в аду, для них подобное пожелание, видимо, в порядке вещей А Фейсбук подобное блокирует по заявлениям из Киева По указке из Кремля, который развязал против Украины информационную войну Объяснение этому, правда, весьма туманное На самом деле информационная концепция состояла в том Чтобы продемонстрировать, что Украина Не способна самостоятельно создать свои демократические институты Эта концепция была целиком провалена На сегодня также очевидный факт, что именно это вызвало смену информационной стратегии В общем, Украина продолжает гнуть свою линию насчет российской агрессии Теперь и в интернет-пространстве И хочет, чтобы основателя Фейсбука судили за пособничество этому С одной стороны, абсурд, если не бред Но этого всеми силами Киев собирается добиваться Видимо, не особо представляя, как такое в принципе возможно В Москве сегодня впервые прошел парламентский форум БРИКС Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР Пятерка, которую постоянно и хвалят, и критикуют мировые эксперты Понятно, почему такое внимание Это государство, где быстрее всего развивается экономика Если судить по населению, БРИКС охватывает 3 миллиарда человек То есть почти половину всех жителей Земли И вот сегодня страны-участницы начали обсуждать Как они могут влиять на мировую политику Как урегулировать конфликты Как противодействовать терроризму Насколько Союз собирается расширить влияние Услышал Алексей Лазуренко БРИКС уже давно вырос из Союза свободных экономик Мировая безопасность, проблема управления интернетом Верховенство международного права Все это лишь дополняет архитектуру общения И первый парламентский форум БРИКС еще раз доказывает Если слышать доводы друг друга То можно находить общий язык, даже находясь в разных частях света На карте мира появляется новое межпарламентское объединение Новая межпарламентская площадка для диалога и сотрудничества Первая встреча с далеко идущими планами Их ведь уже в мире сравнивают с ведущими парламентскими институтами Это организация, которая очень уверенно смотрит в будущее Расширяет ткань сотрудничества Готовит свое стратегическое видение Которое будет представлено на саммите в Уфе Тут главное не повторить чужих ошибок Вот Сергей Нарышкин, например, вспоминает падение авторитета ПАСЕ Начиналось все с того, что Ассамблея законодателей Единой Европы Вместо того, чтобы искать диалог в украинском кризисе Ушла в однополярные пике К сожалению, наш последний опыт взаимодействия с общеевропейскими организациями Показал, что в кризисных ситуациях они, к сожалению, дают сбой Из-за их бездействия, двойных стандартов и непоследовательности в оценках А порой из-за непрофессионализма и политической ангажированности их аппаратов Падает качество работы всей международно-правовой системы А ведь есть институты, проверенные годами ООН в этом году отмечает 70-летие Понятно, что перемены и там нужны Вот парламентарии Бразилии, например, считают, что Совбез слишком консервативен И не соответствует современному раскладу сил на планете С тем же соглашается Индия Но сегодня открытости многие предпочитают диктат В МВФ и Всемирном банке мы наблюдаем доминирование европейских стран и США Проблема в этом плане стоит в непропорциональности влияния развитых стран И это влияет на принятие решений На финансовом фронте Брикс нашел, как этому противостоять Парламентарий пятерки рапортует В каждой из стран утверждено соглашение о создании общего банка развития И пула резервных валют В итоге это 200 миллиардов долларов, которые пойдут на проекты Брикс Это при том, что общий ВВП уже приближается к показателям большой семерки Никто не говорит о том, что в течение ближайших пяти лет Полностью изменится мировое соотношение сил Я думаю, что будет сосуществование и соревнования Соединенные Штаты Америки закулисно ведут переговоры по глобальным соглашениям Транстихоокеанскому и Трансатлантическому торговым партнерству Без участия наших и многих других стран, членов Всемирной торговой организации По сути, вырабатываются новые правила, которые потенциально способны повлиять на ситуацию Во всей мировой торговле, переделить рынки и изменить нынешние конкурентные балансы Уверен, что парламентское измерение Брикс откроет новые возможности для честного международного диалога И поможет дать адекватный ответ на современные вызовы Для успеха здесь нужен общий язык, а в условиях диктата его не так просто достичь Все может закончиться тем, что Европа превратится в филиал американской экономики Звучит на форуме парламентарии в пятерке, в Брикс такой путь просто невозможен Брикс, в отличие от многих других международных объединений И особенно военно-политических блоков, не связана так называемой блоковой дисциплиной Здесь нет ведущих ведомых, здесь нет никакого командования Опять-таки, в отличие от многих других структур Мы делаем так, чтобы работа в этом формате была комфортна для всех В Китае есть поговорка Если люди являются единомышленниками, то ни горы, ни моря их не смогут разделить Страны Брикс относятся к четырем континентам мира Несмотря на расстояние, они говорят на одном языке, одним голосом Оглядываясь назад, мы можем увидеть, сколько уже удалось достигнуть за небольшой срок Но, глядя вперед, мы можем увидеть еще более грандиозные перспективы Поэтому парламентский форум долго обсуждает, сколь частыми нужно сделать встречи Решили, что вопрос постоянной ассамблеи законодателей Брикс еще будут обсуждать эксперты Работу их примут уже на следующей встрече А через месяц, след за законодательной властью, в России соберется и исполнительная власть пятерки Июльский саммит в Уфе станет кульминацией российского председательства В сообществе самых быстро развивающихся стран планеты Эксила Зеленко, Дарья Пинчук и Вадим Степченко, 5 канал МАС